Общежития СевГУ сначала снесут, а затем возведут новые здания на фундаменте прежних. Такую особенность будущей реконструкции раскрыли на заседании Архитектурно-Художественного Совета Севастополя в понедельник, 24 июля. Основная причина такого решения проектировщика – несоответствие старых конструкций общежитий, которые, к слову, были возведены в 70-х годах прошлого века, с современным требованием градостроительства. Будет демонтаж, то есть реконструкция фундамента будет оставлена, при этом здание будет построено с такими же конструктивными решениями. По словам проектировщика, высотность общежитий увеличится местами до семи этажей. Вячеслав Горелов, председатель постоянного комитета законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам, поинтересовался, безопасно ли это. В ответ представитель проектировщика заявил, что все предварительные изыскания на этот счет уже сделаны. Здания рассчитаны на проживание более чем двух с половиной тысяч человек. На первых этажах разместят общественные пространства для студентов и преподавателей, а также разнообразные кафе и магазины. Территорию студгородка планируется оставить открытой для посещения. Это же нормальный пустецкий городок. Там будут кафе, магазины, будут студенты обслуживаться. И, конечно, горожане тоже могут туда приходить. Что касается внешнего вида зданий, то тут членам архитектурно-художественного совета предложили два варианта фасадов – в светлых и смешанных тонах. Фасадные решения разработаны с учетом все-таки Приморского города и архитектуры студенческого городка, который мог бы соответствовать Приморскому городу. Проектным решением предусмотрено устройство навестных фасадов на стальном каркасе и с облицовкой керамогранитными плитами размером 1200 на 300 миллиметров. Члены архитектурно-художественного совета единогласно выбрали первый светлый вариант отделки. На выбор экспертов в том числе повлияла декоративная подсветка фасадов в темное время суток. Примечательно, что обсуждение проекта реконструкции общежитий проходило в новой точке кипения Севастопольского государственного университета. На заседании присутствовал и ректор вуза Владимир Нечаев, который рассказал о том, что в настоящее время территория будущего строительства изучается с точки зрения археологии. На сегодняшний день, когда я заключил итогов на изыскание соответствующего проявления, значит, сохранной археологии, мы надеемся, что в конце года, если... С университетом, надеюсь, заключил... Да, да, университет.